Вот это чудо срывает мне съемку, он не дает мне записать. Что ты скажешь на свое... А? Здарова, с вами как всегда Плюй, и в этом видео вы узнаете о немаловажных фактах Sims 4. Свойства куриных яиц, праздничные взаимодействия, искусственное мясо и многое другое. Если вы готовы, то погнали к интересностям. В прошлом своем видео я уже вам рассказывал о дополнении Загородная жизнь, и в этом, конечно же, продолжу, поскольку я для себя открыл множество интересных штук. И с уверенностью могу заявить, что это одно из самых лучших дополнений в Sims 4, но лично для меня. Курица снесла разноцветные яйца, и вы не знаете, что с ними делать? Не спешите их выбрасывать, поскольку из них можно приготовить блюда с разными бафами. Это больше подходит для тех, кто играет со свойством участка «Простая жизнь». Также можно приготовить различные блюда, имея в багаже консервацию. Например, приготовив и съев варенье из жвачной ягоды, Сим получает мудлет смущения и будет издавать звуки, подобно корове. Это варенье понадобится и для создания золотого и полуночного лакомства. А вот если употребить блюдо, приготовленное из черного яйца, персонаж получает мудлет полуночный перекус и способность злобно уставиться, с помощью которого может поджигать различные предметы в доме. Это... Медовое молоко можно получить от коровы, но для этого ей необходимо дать золотое лакомство. Напоминаю, что лакомство можно приобрести в городке, или изучив рецепт, приготовить самостоятельно. Персонаж, решивший попробовать медовое лакомство, получит ошеломительный мудлет, под действием которого может пульсировать золотом, подобно золотой курице, тем самым улучшая качество растений, блюд, картин, фотографий до идеального качества. В таком состоянии Сим, к сожалению, не может создать шедевр или бестселлер, если это книга. Кстати, из золотого яйца можно приготовить блюдо, которое даст ту же способность. Таким образом, можно накормить корову разноцветными лакомствами, чтобы та давала разное молоко, выпив которое персонаж будет получать разные эмоции. Такой способ работает и с яйцами, а вот шерсть лучше обменять на одежду или рецепты. Радужная игривость, огненная уверенность, клубничная кокетливость и так далее. За предоставление информации о молоке хотелось бы выразить благодарность комментатору под никнеймом Эль Корсари. Не забывайте сообщать в комментарии интересные моменты, с которыми вы столкнулись в игре. Персонажи-вампиры могут изучить навык вампиризма, который раскроет для них много ценной информации. Неспроста же навык имеет 15 уровней и представлен в 5 энциклопедиях, которые необходимо изучить. Персонаж узнает о том, что из лягушки можно получить пакетик с кровью, которая обогащена углекислым газом и имеет отличное качество. Похоже, пакет с кровью могут получить ветеринары-вампиры при осмотре животных. Достигнув 11 уровня в навыке, вампир сможет приготовить напиток защиты от солнца, который позволит обезопасить его от воздействия солнца. Такой же эффект может подарить и маска для лица от солнца из игрового набора День Спа. Защита будет действовать до тех пор, пока не пропадет мудлет. Эффект защиты у напитка 4 часа, а у маски целых 12 часов. Теперь уж точно не стоит вампира ограничивать в пляжном сезоне. Если по каким-то причинам вампиру захотелось вернуться в облик обычного персонажа, для этого необходимо приготовить напиток лучшее лекарство от вампиризма. Цена вопроса 2,5 тысячи симолеонов и вы снова скучный человек. Книги обладают обширной информацией не только для вампиров, но и для обычных граждан, чтобы те себя максимально обезопасили, поскольку вампиры могут проникнуть в ваш дом. Хотя давно я этого не встречал. В общем, изучив навык до 12 уровня, можно приготовить напиток защита от вампиров, и тогда вашему персонажу уж точно ничего не будет угрожать. Я наслышан о том, что многие сталкиваются с проблемами игрового набора в ресторане. Это когда персонал игнорирует действия и не обслуживает столики посетителей. Так давайте я поделюсь с вами советами, которые помогут вам добиться пятизвездочного ресторана. Для начала необходимо подбадривать персонал, повышать по возможности зарплату и отправлять на обучение. Старайтесь сделать так, чтобы персонал занял свои позиции. А то эти ребята имеют привычку долго стоять возле участка, не выполняя поручений. Ваш активный персонаж семейства должен приветствовать посетителей и советовать блюда из меню, желательно самое дорогое. Пусть ваш персонаж помогает официантам, убирает тарелки и мусор, это поможет избежать багов. Ну и последнее, чем бы хотелось поделиться, так это тем, что желательно обслуживать не более 15 заказов за один день, так как после этого персонал начинает игнорировать столики. Самое обидное, что таким столом может оказаться критик, который негативно отзовется от заведения, если его не обслужить. Я так играю уже не первый год, эти проверенные советы вам помогут добиться хорошего результата, а самое главное, заработать неплохие деньги. Кстати, ни в коем случае не открывайте заведения, когда вы находитесь на домашнем участке, поскольку ресторан будет работать только в убыток. Так, а что это у вас там на носу такое интересное? Супля. Правильно, Новый год. Как вы уже поняли, это видео выходит подарком для вас, поскольку прошлое видео такого формата не набрало 10 тысяч лайков из-за плохого продвижения на YouTube. Но я заметил, насколько вы были активны в комментариях, поэтому условия остаются прежними. Хотелось бы начать с праздника весны. Это когда персонажи отправляются на свидание и дарят возлюбленным подарки. А вы знали, что персонажи могут отправить письма в шуточной форме своим вторым половинкам через почтовый ящик о разрыве отношений? Так вот, те, в свою очередь, могут по-разному отреагировать. Одни поймут, что их разыгрывают, другие же могут принять это за чистую монету и разорвут отношения с Симом. Персонажи, отправившие письма, могут получить игривый или грустный мутлеты. Весной можно запланировать свое мероприятие с поиском пасхальных яиц, поскольку оно отсутствует в базовой сборке. Во время праздника на участке можно повстречать пасхального кролика, который раскидывает по участку цветы и с ним доступны действия подраться и забрать яйца. Неотъемлемой частью празднования канун нового года является отчет времени до полуночи. Как раз таки его могут испортить персонажи, которые находятся в сердитом настроении, выключив телевизор. После чего каждый персонаж будет испытывать смущение, поскольку никто не желает это упустить. Проказник, в свою очередь, будет этому рад и получит игривый мутлет. Я хочу поговорить на тему различных черт характера и жизненных целей, поскольку они придают вашему игровому процессу интересные плюшки, а самое главное, глубже раскрывают персонажей. Выполнив жизненную цель «Сказочное богатство», игра награждает персонажа чертой «Рассудительный», которая поможет еженедельно получать небольшие отчисления, исходя из бюджета семейства. Цель «Барон» дает черту характера «Бережливый», с помощью которой можно приобретать объекты со скидкой в 10% и разницу вернуть через неделю. Прокачав навык здорового образа жизни до 10 уровня, персонаж получит черту характера «Абонемент в спа-салон». Этот абонемент позволяет посещать все процедуры в спа-салоне совершенно бесплатно. Выбрав черту характера «Преданный» в редакторе создания персонажа, симы будут реагировать на персонажей, которые решили накричать на другого, тем самым они будут чувствовать себя уверенно, защищая его. Персонажам с чертой одиночка будет дискомфортно, когда вместе с ними на участке находятся малознакомые им симы. Персонажи с чертой характера «Холерик» могут срываться на других симов, испытывать ярость, а различные шуточные взаимодействия могут их вывести из себя. В городе Сулани, который пришел с дополнением «Жизнь на острове», можно заниматься экологией в районе Муапелам. Так вот, восстановив микрофлору острова, будет доступно мероприятие с запуском черепашек в океан, о котором игра вам сообщит. Еще в этом районе находится скрытая пещера, которая представляет собой кроличью нору, куда симы отправляются ее исследовать, и возвращаются с различными сообщениями, мудлетами и предметами. При изучении пещеры на скале рядом будет постепенно заполняться рисунок с русалкой. Напоминает пещеру из дополнения «Конное ранчо» и сдается, но те представлены как небольшой квест с выбором действий. Вы думаете на этом все? Вы ошибаетесь, поскольку на Boost я выпустил множество интересного контента, с которым вы можете ознакомиться по ссылке в описании. Ну и к тому же скоро у нас длинные выходные, поэтому вам есть чем заняться. В дополнение «Экологичная жизнь» на вертикальном саду можно вырастить искусственное мясо. Это станет доступно на пятом уровне карьеры строительный инженер по специальности «Экотехнолог». Мясу можно выполнять массаж, дать имя, что очень странно, а также собрать, когда оно увеличится в объеме. Мясо собирается в блоки, из которых можно приготовить блюда, запеканка така, кара ягненка, стейк и гамбургер. Если вдруг случился пожар на участке, то стимы собирают урожай обугленного мяса, идеального качества, которое можно сразу употреблять или приготовить блюдо. Если за искусственным мясом не ухаживать, то через некоторое время оно превратится в вяленое, которое можно будет только употребить. Но при желании всегда можно вернуть мясо растения к жизни, если оно у вас начало пропадать. Ну и под конец у нас традиционная подборка разнообразных маленьких деталей игры. Возможно вы еще с ними не встречались в игре, и это стоит проверить после просмотра этого видео. Если выполнить маникюр или педикюр в спа-салоне, то через некоторое время он начнет стираться. Это будет хорошим поводом наведаться туда снова. А вот если выбрать его в редакторе, то он не будет стираться со временем. Маги с игровым набором Мир Магии могут использовать заклинание Лакомица для создания блюд. Так вот, если персонаж обладает чертой характера вегетарианец, он будет колдовать только вегетарианские блюда. Пицца, пришедшая с каталогом Кулинарные Страсти, в описании имеет отсылку на семейство Всезнайка. А вот для ее приготовления необходимо отправиться на планету Сиксим за специальным ингредиентом. Дополнение Жизненный Путь позволяет обучить детей плаванию, начиная с подросткового возраста. В это время дети будут развивать навык моторики. Маски для лица можно приобрести с помощью маленького холодильника. После покупки они находятся в багаже холодильника, поэтому их нужно перенести в инвентарь персонажа, и можно использовать. Если вы до сих пор этого не знали, то малыш, родившийся от оборотни, будет издавать звук из своей люльки, присущей волчьему вою. Употребив напиток коктейль с краской, персонаж на 4 часа будет забрызган краской, подобно преобразователю из дополнения «Экологичная жизнь». Жвачное растение можно найти разными способами. Растение поглощает персонажа и дает молоко с той эмоцией, которая была у персонажа. Оно снова может танцевать, чему я очень сильно рад, если рядом играет музыка, а еще ему можно дать имя. С помощью специального заборчика и ворот можно соорудить своеобразный манеж для младенцев и ограничить доступ к другим персонажам. Коты обладают взаимодействием «Почувствовать любовь», выполнив которое персонаж получает 200 баллов счастья. А с чертой характера «Любит кошек» 250 баллов счастья. Если долгое время не оплачивать счета за коммунальные услуги, то сначала отключают электричество, затем воду. Но по прошествии некоторого времени после может нагрянуть коллектор, который заберет вещи из вашего дома. Коты могут наблюдать за процессом стирки, а также прокатиться на роботе-пылесосе. А еще безбожно бегать! Что-то здесь совсем не так. На этой занимательной ноте стоит закончить наши познавательные уроки Sims 4. На следующей лекции вы узнаете еще больше интересных фактов о плесени, смертях и многом другом. Буду рад вашей подписке на канал, лайку, чтобы следующее видео вышло гораздо быстрее. Также можете подписаться на телеграм-канал, бусти и на мои все социальные сети по ссылкам в описании. Огромное спасибо за просмотр, увидимся в другом, весьма интересном видео на канале. Всех поздравляю с наступающими праздниками и всем покедово! Субтитры создавал DimaTorzok